Друзья, добрый день. Центральный банк России повысил процентную ставку. Для кого-то стало неожиданным повышение сразу на 2%. Еще и риторику ужесточили. Давайте разбираться, что происходит, почему повышают процентную ставку и что делать для того, чтобы обернуть, казалось бы, непростое событие себе на благо. Повышение процентной ставки, как уже я не раз на канале говорил, это монетарный способ борьбы с инфляцией спроса. Причиной инфляции спроса является низкая безработица и высокий уровень доходов населения. В большинстве своем доходы населения растут за счет того, что растет производительность труда. Условно капиталисты начинают повышать заработную плату сотрудникам, потому что есть рынки сбыта, есть покупательский спрос, есть запрос на товары, которые непосредственно нужно покупать. И человек тогда, соответственно, повышает, удерживает сотрудников, он производит инвестиции в свое производство, чтобы производить больше товаров. Получается, что инфляция спроса является следствием роста экономики. Это вот первый посыл. Второе. Есть инфляция издержек. Инфляция издержек возникает в ситуации, когда у тебя растет себестоимость производства товаров и услуг. И в том числе это рост заработной платы может быть, но в большинстве своем это когда начинается расти цена компонентов, необходимых для производства товаров или услуг. С инфляцией спроса центральный банк борется монетарными способами, повышая процентную ставку. То есть повышая процентную ставку, наносится одновременный удар по двум составляющим. Во-первых, снижается спрос, потому что кредиты становятся дорогими. Второе. Стимулируется сбережение. То есть высокие процентные ставки центрального банка, высокие ставки по банковским депозитам люди стремятся сберегать, а не тратить. Инфляция издержек можно компенсировать только исключительно ростом производительности труда. То есть за меньшие деньги производить больший объем товаров. Почему сейчас не получается бороться с инфляцией? Потому что центральный банк, повышая процентную ставку, он не компенсирует инфляцию издержек. То есть повышение стоимости денег не позволяет тебе снизить издержки логистические. То есть потому что не все компоненты есть у российских производителей для того, чтобы производить то, что есть. Что российская экономика всосала в себя рабочие ресурсы. Их и так немного было, а у нас получается часть мобилизована, часть релацировалась, часть ограничения в плане миграции. У нас получается, что безработица на историческом минимуме, людей взять неоткуда. И вынуждены повышать заработную плату, таким образом увеличивая издержки. То есть инфляцию издержек можно убрать ростом производительности труда, и это быстро сделать невозможно. И то, что пытается сделать центральный банк. Он, во-первых, заявил о том, что повысил процентную ставку, ужесточил риторику и сказал, что мы можем еще выше поднять. Второе, но это бессмысленно. Чтобы бороться с монетарной инфляцией, с инфляцией спроса, ставка, при которой это работает, этот механизм работает, находится в диапазоне от 16 до 20%. Потому что, опять-таки, если посмотреть на график по ключевой ставке центрального банка, когда у нас начинается спрос по какой-либо причине расти, центральный банк резко повышает процентную ставку, в одном случае было 17, в втором случае было 20. Резко бьется по покупательскому спросу, потому что стоимость кредитования увеличивается, и инфляция резко замедляется. Сейчас это не работает, и не сработает это. Повысить ставку до 21, повысить до 22 или 23, это уже на инфляцию спроса не повлияет. Нужно из текущей ситуации, проинфляционной российской, убрать компоненту, связанную с уровнем безработицы и компоненту, связанную с уровнем дохода, который получает российская экономика через бюджетный стимул. И если, например, в нормальной экономике инвестиции осуществляются в производство товаров и услуг внутри экономики, то бюджетный импульс, который был в России, он был в ВПК. Танки, снаряды, ракеты, что, соответственно, производится и расходуется. То есть, если ты произвел станок, на этом станке ты можешь что-то производить, создавать какой-то товар. Когда ты произвел снаряд калибра 152 мм и выпустил его из пушки, тебе завтра надо снова произвести снаряд. Получается, что в первом случае создаются средства производства, в втором случае просто создаются товары, которые расходуются, которые прибавочной стоимости не создадут. И здесь возникает вопрос, что по мере ухода вот этого ситуации, по мере замораживания конфликта, соответственно, этот импульс пойдет на нет. И уже сейчас говорят о том, что бюджетный импульс уходит. И он повлияет на инфляцию в любом случае. На последнем заседании Центрального банка что произошло? Повысили сразу на 2%. Это приведет опять-таки к тому, что банки пересмотрят, соответственно, ставки по банковским вкладам, они станут еще более привлекательными. Это повлияет на потребление и кредиты уже становятся дорогими. Экономика уже охлаждается. Снижение темпов в экономике будет приводить к тому, что зарплаты расти уже не будут. Рассчитывать на то, что следующие 12 месяцев заработная плата вырастет так же, как она выросла предыдущие 12 месяцев, не приходится. И вот эти вот факторы, связанные с инфляцией издержек, постепенно будут уходить на нет, и инфляция начнет замедляться. Поэтому, как вывод, сейчас Центральный банк повысил на 2% и ужесточил риторику. На декабрьском заседании, скорее всего, будет смягчение риторики без понижения процентной ставки. В 2025 году будет снижение процентной ставки. Оно не будет таким же резким, как это было в предыдущие годы, потому что резкое снижение процентной ставки смерти подобно. В этом случае ты получишь очень большой объем денежных средств, которые у населения находятся на банковских депозитах, которые будут опять приводить к инфляции. Поэтому тебе нужно это делать постепенно, наряду с тем, чтобы стимулировать людей перекладывать денежные средства, например, из депозитов в облигации, из депозитов в акции. Но опять-таки это нужно делать плавно, а не делать это резко, иначе ты можешь получить спекулятивный пузырь. Большое такое заблуждение тоже хотелось прокомментировать по поводу инфляции. У нас есть опыт галлопирующей инфляции, и люди, которые принимают решения, понимают, к чему это приводит. Многие же говорят, ну, снисти процентную ставку, что она какая высокая, она же по экономике бьет. Сейчас ключевым приоритетом является погашение инфляции. Чем быстрее, тем лучше. И Центральный банк принимает максимум мер, совершая резкие движения, неожидаемые рынками движения, повышение сразу на 2%. Жестко давая комментарий по поводу того, что основным приоритетом является именно инфляция, при этом изменив свой таргет по инфляции. На 25-й год, на 26-й год, дав рынку сигнал о том, что даже снижение, если и будет, оно будет не таким быстрым. Это все понятно. Сейчас просто выбрана ситуация, гасить темпы роста экономики с целью поставить под контроль инфляцию. Этого бояться не стоит. Выбор сделан, который мы наблюдаем. И здесь очень важно понимать, что мы можем в этом случае получить. То есть, каким образом мы в этом случае можем заработать. Здесь очень привлекательными становится рынок долга. До 30% оборота в облигациях ушли с открытого рынка. То есть, сделки совершаются на внебиржевом рынке. Это говорит о том, что в облигациях все больше и больше основными игроками становятся крупные корпораты российские. То есть, становятся банки, потому что они предлагают высокую ставку по депозитам. Такую ставку по депозитам нельзя компенсировать путем выдачи кредитов. Потому что тогда тебе нужно выдавать более дорогой кредит. А более дорогой кредит, это, соответственно, брать на себя риски. При ставке 21% ипотека составляет выше 25%. Это ипотека. А автокредитование? А потребительское кредитование? То есть, тебе, чтобы заработать, тебе нужно выдать кредит процентов под 30-35 минимум. А это взять на себя риск. То есть, какой у тебя должен бизнес быть, чтобы ты взял кредит под 30% в год? То есть, по итогам года ты заплатишь там значительную часть прибыли. Сколько твоя маржинальность должна составлять? Банки активными игроками являются на рынке облигаций. Могу сказать это по себе. То есть, когда в проекте недвижимость против облигаций, я вижу, что облигации становятся все более и более привлекательны. Но возникают сложности, ребята, с размещением даже 150-300 тысяч рублей. То есть, элементарно купить одни из самых ликвидных выпусков на 300 тысяч рублей в течение дня является проблемой. То есть, не всегда исполняется заявка. То есть, ты должен переплачивать. То есть, ты должен платить премию, чтобы купить. И это только 300 тысяч. Большая часть объемов торговли облигациями выходит из, где клиенты торгуют между собой, уходят на внебиржевой рынок, где начинают торговать внутри собой банки непосредственно. Опять ответ на вопрос. Где банки собираются зарабатывать ту доходность, которую они обещают сейчас высокую по банковским депозитам, физическим лицам? Идея очень проста. В 2025 году снижение ставки до, возможно, 15%. Не быстро, постепенно, плавно. Но, тем не менее, снижение ставки до 15% с 21% на облигациях позволит обеспечить доходность, купонный доход плюс опадение доходности облигаций в районе 20-30%. Достаточно легко. Основным критерием, который я считаю сейчас является важным в принятии инвестиционного решения, ставки по облигациям, ставки по банковским депозитам реально на горизонте 2-3 года обеспечивают двукратную доходность к ожидаемой инфляции. Еще раз. Если Центральный банк изменил таргет по инфляции до 5,5%, то Центральный банк будет прилагать максимум усилий в следующие 2 года, чтобы привести инфляцию к этому уровню. Привести инфляцию к этому уровню путем еще большего ужесточения ДКП денежно-кредитной политики целесообразности не будет. Мой вывод заключается в том, что Центральный банк больше повышать процентную ставку не будет, пока он ограничивается словесными интервенциями. Вы должны понимать, что цель по инфляции 5,5%. Облигации федерального займа сейчас, новые выпуски размещаются с индикативной доходностью по последнему размещению 17,6%. То есть вы на следующие 10 лет для себя можете зафиксировать доходность 17,6%. То есть вы в облигациях сможете получить порядок, даже не двукратную, трехкратную доходность. Привел сейчас в качестве примера облигации федерального займа, но есть облигации в корпоративном секторе, где более высокая доходность при незначительном увеличении риска. И доходность можно себе зафиксировать в районе 20-23%. У нас есть отдельный продукт, облигационный портфель. Узнать о нем, как он работает и присоединится, вы можете, пройдя по ссылке в описании к данному видео. Обязательно посмотрите, это то, что можно для себя зафиксировать. Если вам банки предлагают столь шоколадные условия всего лишь на полгода-год, то в облигациях вы можете для себя такую доходность зафиксировать лет на 7-10%. Если у тебя под 18% деньги лежат 10 лет, то у тебя капитал увеличивается в 5,2 раза. Субтитры создавал DimaTorzok